Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Деяния святых апостолов». И сегодня мы будем читать восьмую главу этой книги. Она начинается словами «Саввел же одобрял убиение его». Имеется в виду убиение архидиакона Стефана, о чем мы читали в седьмой главе этой книги. «Саввел же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем». По церковному преданию, оно отражено в «Житиях святых», именно Гамалиил, цадик своего времени, в понимании иудаизма, то есть праведный вроде своем, он как раз участвовал в погребении архидиакона Стефана, который принадлежал к его ишиве, то есть к его школе. «А Саввел терзал церковь, входя в домы, и влача мужчин и женщин отдавал в темницу». Выше он назван юношей в седьмой главе, то есть он был очень молодым в то время. «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово». Здесь некая двойственность. Апостолы покидают Иерусалим, как крепкие адаманты продолжают свое свидетельство, свою миссию. Но и те христиане, которые разбежались, они тоже осуществляют свою миссию. Как в период гражданской войны, в первой половине XX века в России, часть церковных людей покинули Россию, но они не перестали быть православными. Они создали русскую православную церковь за границей и воцерковляли западный мир. И очень успешно. А были те, которые, подобно апостолам, не сдвинулись с места, остались здесь, в Советской России, несмотря ни на что. Так Филипп, один из тех, кто покинул Иерусалим, пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. «Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе». Речь идет не об апостоле Филиппе, а о Филиппе Дьяконе, о котором мы читали в книге Деяний 6.5. Проповедовал Христа Мессию, пришествие которого ожидали и самаряне. «Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волховал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря, все есть великая сила Божия, а внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхованиями, то есть колдовством. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся». Вот здесь мы видим, что этот Симон Волхв, именно от его имени нарицается грех Симонии. Это грех, когда осуществляется попытка дары Божьи покупать за деньги. Он крестился, но его обращение ко Христу было сугубо внешним, потому что далее мы увидим, что никаких внутренних перемен не произошло. «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святаго». То есть они уже были крещены, но Дух Святой ни на кого из них не сошел. И апостолы Петр и Иоанн прибывают туда, чтобы осуществить конфирмацию, возложение рук на этих людей, чтобы Дух Святой сошел на них. «Ибо Он, то есть Дух Святой, не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». Дух Святой подается не только через мир помазания, а изначально он подается именно через возложение рук. И в биографии святителя Луки, воина Синецкого, описывается такой случай, что он крестил людей, а мира у него с собой не было. Тогда он вспомнил, что Дух Святой подается через возложение рук епископов, потому что епископы – преемники апостолов, и он возлагал руки и говорил, «Печать дар Духа Святого». «Тогда возложили руки на них, то есть на крещеных, и они приняли Дух Святого». Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги. Здесь не очень понятно, как он мог это увидеть. Скорее всего, имеется в виду, что те же самые огненные языки, которые почивали над апостолами в день Пятидесятницы, они почивали над этими людьми. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, «Дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Он решил стать, если не апостолом, то одним из епископов, но за деньги. Хотя в Писании сказано, кто епископство желает, хорошего дела желает. Но это сказано в каком смысле? Епископ — это первый человек, которого отдавали на мучения. Поэтому эти слова правильнее понимать. Кто мученичество желает, тот хорошего дела желает. А не в том смысле, что какие-то привилегии есть в положении епископа. Только обязанности, никаких привилегий. Итак, он хочет купить этот дар за деньги, но Петр сказал ему, «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом». Он крещен, но сердце его неправо. То есть он как бы исполнил внешнюю часть обряда крещения с своей стороны и был крещен дьяконом Филиппом, но обращение было неискреннее. «Итак, покайся всем грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустит тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя исполненного горькой желочи и в узах неправды». То есть крещение ему нисколько не помогло. Симон же сказал в ответ, «Помолитесь вы за меня, Господу, дабы не постигло меня ничто исказанного вами». Они же, засвидетельствовав и проповедовав Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие. Далее мы опять возвращаемся к апостолу Филиппу, 26 стих. «А Филиппу ангел Господень сказал, встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. «И вот муж, эфиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию». Это был празелит, который принял иудаизм и на праздник Пасхи, на праздник Швот, то есть Пятидесятницу, находился там, а через какое-то время отправляется назад. И он едет в колеснице и читает книгу пророка Исаии. «Дух, то есть Дух Божий, сказал Филиппу, подойди и пристань к всей колеснице». Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, «Разумеешь ли, что читаешь?» Что значит «услышав?» Тогда было запрещено читать про себя. Вот люди, читающие про себя, это очень позднее явление. В древности так не принято было. Поэтому во многих священных текстах там были некие такие знаки кантиляции, то есть как читать, где там громче, где тише. Тише. Это было как бы в порядке вещей. Человек читает Писание, но разумеет ли он, что он читает? Однажды Христу задали вопрос, как спастись, и он очень так по-еврейски на вопрос ответил вопросом, как читаешь? Читать-то можно по-разному. Он сказал, вот здесь мы увидим, что этот евнух был мудрый человек. Он сказал, как могу разуметь, если кто не наставит меня и попросил Филиппа взойти и сесть с ним. То есть не важно, что ты читаешь. Ты можешь читать Библию всю жизнь, но если без церковного руководства, едва ли тебе это пойдет на пользу. Об иудеях так и вообще сказано, и ныне, когда они читают закон, покрывало, то есть покрывало неведение, лежит на их головах. А место из Писания, которое он читал, было сие. Как овца введен был он на заклание и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. А в уничижении его суд его совершился, но род его кто изъяснит, ибо вземлится от земли жизнь его. Евнух же сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это. А это, в общем, такое явное пророчество о Мессии Христе. О себе ли, или о ком другом, Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благористовал ему об Иисусе. А здесь прецедент. Любая беседа начинается от Писания. И, как сказано в посланиях Петра того же, говори, как Слово Божие, как Слова Божие. То есть, нельзя говорить просто от какого-то тезиса, надо всегда отталкиваться от Писания. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И Евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься. То есть, Филипп рассказал ему уже и о крещении. Филипп же сказал ему, если веруешь от всего сердца, можно, он сказал в ответ, верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. То есть, человек имеет веру в то, что Иисус Христос Сын Божий, а Сын Божий Сам Бог, света от света, Бога истина от Бога истина, то это основание для христианского крещения. «И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду Филипп и Евнух, и крестил его». Филипп крестит Евнуха, «Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, то есть, чудесным образом, и Евнух уже не видал его и продолжал путь, радуясь, а Филипп оказался в Азоте и, проходя, благоествовал всем городам, пока не пришел в Кесарию. Здесь мы видим разницу восхождения Духа Святаго. Если на Самарян Дух Святой не сходит через конфирмацию возложения рук апостолов, то в случае с крещением Евнуха Дух Святой сходит на него, когда он выходит извод крещения. А в доме Корнилия Дух Святой сойдет на людей до крещения. Действительно, как сказано о Духе Святом, Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а откуда приходит и куда уходит, не знаешь. Действие Духа совершенно не укладывается ни в какую человеческую логику. Хотя по порядку установленного обряда совершение таинств, человек сначала крестит, потом совершают над ним миропомазание. Но были исключения из этого правила, может быть, именно подтверждающие это правило. Редактор субтитров субтитров